Леонид Иванович Красилюк, кандидат медицинских наук, врач, уролог в высшей категории, доцент кафедры урологии Одесского национального медицинского университета. Ждем Леонида Ивановича. Сейчас будем ему также задавать вопросы. Здравствуйте, Леонид Иванович. Проходите, пожалуйста. Уже проговорить добрый вечер. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Становитесь, ваш телезритель здесь находится. Ну и про нас не забывайте. Да, и про нас не забывайте. Леонид Иванович, какие заболевания наиболее часто встречаются у мужчин в плане урологии? Ну, скажем так, наиболее часто характерными для мужчин заболеваниями, первое, это мочекаменная болезнь, это образ жизни мужчин, тех мужчин, которые ни в чем себе не отказывают. Это воспалительные заболевания, чаще всего половой сферы различных органов. И в более зрелом возрасте это различные доброкачественные или недоброкачественные. Я не хочу, не люблю слово из трех букв, которые часто мы на слуху. Вот, я его заменяю всегда словом недоброкачественное заболевание. И чаще всего это все-таки предстательные железы, в меньшей степени почек, либо мочевого пузыря. А вторая категория, вернее третья категория возраста, это какой возраст? Начиная с какого периода? Когда начинаются проблемы, да? Ну, ладно, все, извините. Нет, я попрошу. Ваш мужской разговор, извините. Проблема начинается с рождения, да, мы будем, если мы так шутим сегодня. На самом деле, что касается более молодого возраста, чаще всего это воспалительные заболевания. Начинается активность, в том числе сексуальная. И все это, естественно, сопряжено с этими проблемами. Мочекаменная болезнь, доброкачественные изменения предстательной железы, недоброкачественные изменения почек, мочевых путей, мочевого пузыря предстательной железы, характерны для мужчин уже после 40-ка. К сожалению, раньше эти заболевания были более типичны для мужчин более пожилого возраста, 70-80 лет. Но, как и многое другая патология, к сожалению, молодеют и эти заболевания в том числе. А какие заболевания актуальны именно сейчас, в весенне-летний период, и почему они обостряются? Причем и у мужчин, и у женщин. Я могу вам сказать, что это правильный вопрос как раз к тем дням, к этой погоде, которую мы с вами наконец-то дождались. Мы засиделись дома из-за пандемии, из-за всяких локдаунов, ограничений, из-за холодного периода года. Сейчас всем хочется насладиться солнышком, подышать воздухом, окунуться в морскую воду, лечь на холодный песочек, на холодную землю. Это все чревато острыми воспалительными заболеваниями у мужчин и женщин. В первую очередь у женщин это циститы, пилонефриты. У мужчин плюс еще это острое воспаление внутренних и наружных половых органов. Какие заболевания типичны для мужчин зрелого и пожилого возраста? И как себя должны мужчины, собственно, вообще ввести? Что им делать правильно для того, чтобы после 50, например, вовремя узнать, предупредить, соответственно, развитие какого-либо заболевания? Ну, имеется в виду разного рода новообразования. В том числе? Да. Вы знаете, мужчин как раз от женщин отличает очень многое, в том числе и нежелание идти к врачу, нежелание заниматься своим здоровьем, обращаться за медицинской помощью. Я, общаясь со студентами, какую-то свою личную статистику привожу, что из 10 мужчин, которые попадают в больницу, восьмерых приводят за руку супруга. Одного, либо дочь с сыном, либо друг. И только один мужчина из 10 приходит сам. Это нехорошая, на мой взгляд, статистика, потому что на самом деле заболевание лучше всего предупредить, предотвратить, либо диагностировать, особенно те, которых мы стараемся сегодня не говорить, на ранних стадиях. Поэтому на самом деле на сегодня мужчинам после 45, так же как и женщинам, которые в более молодом возрасте регулярно, заботясь о себе, посещают гинеколога, имеет смысл выбрать для себя доверительного уролога, доверить ему свое здоровье и мониторинг своего мужского состояния здоровья. Раз в год такой мужчина должен сдать анализ крови на онкомаркер, он называется простата, специфический антиген ПСА. У нас, кстати, существует городская программа, и это бесплатная программа, скрининговые явления, недоброкачественных изменений предстательной железы. Такой пациент должен быть подвергнут ультразвуковому исследованию. Это УЗИ почек, предстательные железы мочевого пузыря, это доступный относительно недорогой метод диагностики, очень информативный. Ну и несколько иных манипуляций со стороны уролога, общение обязательно, сбор анамнеза. Этого всего анализа мочи, анализ мочи обычный, простой. Общий анализ мочи, общий анализ крови. Это такая хрестоматия, которая настолько может много сказать о состоянии мочеводящих путей, состоянии здоровья. Поэтому для врача, который понимает, разбирается в таком простом анализе, в его тонкости, его одного уже тоже немало. А скажите, вы сказали о городской программе здоровья. Семейные доктора направляют на эти анализы? Семейные доктора, урологи, поэтому я являюсь сотрудником кафедры, пользуясь случаем, хочу поблагодарить свой альма-матерс медицинский, Одесский медицинский, национальный медицинский университет за ту возможность, которую мне предоставлена была от поступления на скамью студентам. И так вот за более чем 20 лет я прошел разные этапы развития. На сегодня вот я имею возможность заниматься наукой, заниматься хирургией, преподаванием, общаться с коллегами, доносить смежным специалистам информацию о урологии. Ну в общем, заниматься своим любимым делом. И последний вопрос, если можно, по профессиональным все-таки деформациям, что называется, там у моряков, предположим, часто им приходится обращаться к доктору-урологу. Есть какие-то еще профессии, которые надо обязательно заакцентировать внимание, а не в группе риска? Профессии, вот я только хотел сказать, в зоне риска, да. В группе риска, да. Знаете, в научной среде есть такое вот обращение, спасибо за хороший вопрос, да. Вот вы задали хороший вопрос. Вот то, что вы говорите, это было нормой, наверное, несколько десятилетий назад. На сегодня же день, кстати, это были две группы риска основные. Это моряки дальнего плавания, это водители-дальнобойщики, вот это считалось. Вы знаете, я, к сожалению, могу констатировать, я ежедневно общаюсь с большим количеством, в том числе мужчин, не только мужчин и женщин, но я говорю, что я доктор, мужской доктор от 15 до 93. Самый мой пожилой пациент, это 93 года. И я могу вам сказать, что, к сожалению, на сегодняшний день наш образ жизни гиподинамия, образ питания, вот эти все пандемии, ограничения, локдауны в том числе, они приводят к тому, что я не знаю, кто не в группе риска, кроме людей, которые составляют группу зожжих. Вот, понимаете, на самом деле человек, у меня очень много, к сожалению, молодых ребят, офисных работников, который пришел на работу с утра, сел на этот стульчик и вот, переминаясь там с ножки на ножку, сидит до конца рабочего дня. Поэтому, к сожалению, время такое, что нужно две вещи. Первое, вести здоровый образ жизни, второе, регулярно контролировать свое состояние здоровья. Спасибо вам большое, ваши пожелания нашим телезрителям. Вы знаете, пожелание одно, будьте здоровы сами, пусть будут здоровы ваши близкие, пусть будут здоровы ваши дальние, и, к сожалению, на сегодня, я это очень люблю повторять, в том числе, общаясь с коллегами, всем свободного дыхания. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошие пожелания, всего доброго. Спасибо. ПОДПИШИСЬ! 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 АПЛОДИСМЕНТЕМЯ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!